Хотелось бы сегодня дать информацию, ответы на вопросы, вопросы, которые подготавливали наши лидеры к президенту Руи Сальвадора. Вы знаете, Гуля, я вижу Гуля с нами сейчас в скайпе, вернее в нашей комнате, в 4 часа была такая встреча с лидерами. И Руи Сальвадор в течение почти двух часов отвечал на наши вопросы. Там был, Гуля поехала в Варшаву, и сегодня они еще встречаются, я вижу, они там, может быть, они нас слышат. Наш спонсор, наш спонсор Матеуш, ну, многие из вас уже знают, потому что были на конференции, на встрече с ним. Самые первые, которые мы проводили. Гулечка, я тебе передам потом микрофон, если ты захочешь что-то сказать, или, может быть, я не знаю, Матеуш или Руи, может быть, вы что-то еще хотите сказать. Просто я хотела бы сделать краткий обзор ответы на вопросы, ты мне напиши просто что-нибудь в чате, ответы на вопросы, которые интересуют всех, потому что сегодня мы услышали очень много ответов на самые важные и главные вопросы. И я хотела бы, чтобы запись была не очень большая, минут на 15, 10-15, чтобы мы эту запись, именно ответов дали людям, лидеры, лидеры дали своим ребятам, для дальнейшей работы и для выработки стратегии уже сотрудничества с Либертаджио, ну, и работа, конечно же, со своими структурами, работа со своими партнерами. Сейчас я загружу, сейчас, минуточку, я, наверное, эти вопросы я включу, они будут мелко, но, тем не менее, в принципе, это часть вопросов, потом вопросы еще задавались, я сделаю покрупнее, вы можете сделать то же самое, в принципе. Вопросы задавались еще в чате, и, в общем-то, я думаю, картина сегодня уже ясна, какую стратегию выбрать, как работать, ну, и как правильно, вообще, как правильно спланировать работу на ближайшую, хотя бы неделю-две, да, потому что постоянно все будет меняться, вы знаете, сайт в тестовом режиме, вы знаете, что все только началось, могу сказать особую благодарность от Руи всем нам, и от Матеуши, и от Гули, естественно, всем нам за то, что, за такой проделанный объем работы, потому что мы побили все рекорды, мы за полторы недели сделали столько, сколько не сделала Бразилия за полтора месяца, это не может не радовать, плюс Гуля показывала статистику на сайте, и показывала, да, статистику на сайте входов, входов именно с Россией мы занимаем второе место, ну, в общем, сами понимаете, рейтинг идет, раз рейтинг входов есть, раз заинтересованность есть, это есть прибыль компании, ну, а прибыль компании – это наша с вами прибыль, я думаю, вы прекрасно это все понимаете. Итак, буквально кратко вопрос-ответ, чтобы вы могли знать уже четко ответы на важные вопросы и на большинство тех вопросов, которые есть у каждого из нас. Сами знаете, только начало, поэтому вопросов больше, чем ответов. Итак, первый вопрос, который был, статистика до шестого уровня, появится или нет? Статистика планируется, это появится, работает огромное количество, ну, во всяком случае, очень много программистов вообще над сайтом. Вы видите, сайт немножко подвисает, потом опять восстанавливается, подвисает, восстанавливается. Это говорит о том, что на сайте, естественно, идут работы. Более того, вы постоянно видите какие-то улучшения. И самая первоначальная задача сегодня, первоначальная задача компании – это наполнить продукт Life in Box, потому что самое важное – это концентрация на продукте. Если продукт хорош, то и бизнес хорош. Я думаю, вам это объяснять не надо, особенно сетевики должны это четко и прекрасно понимать, потому что продукт – это основа продвижения нашего с вами бизнеса в Либертадже. Поэтому наше с вами сотрудничество и наш с вами успех будет зависеть от качества продукта. Так что наберемся терпения. Самое важное, что мы с вами видим первые уровни, что важно каждому лидеру, чтобы первые уровни мы могли видеть, чтобы мы работали с первыми линиями. Даже если вы кого-то не знали, хотя мы очень просили, ребят, не скидывайте никакие спамы, рассылки не делайте. Поработайте пока, всего лишь полторы недели мы работаем, поработайте пока со своим теплым контактом, объясните людям, покажите, расскажите, проведите по всем шагам. Но если даже у вас появились в первой структуре, то есть в первом уровне те люди, которых вы не знаете, у вас на самой первой страничке есть email каждого человека, напишите, состыкуйтесь с этим человеком. Желательно, чтобы мы просили, чтобы желательно скайп был там написан, потому что нам быстрее, чем писать, нам быстрее по скайп поговорить. Но тем не менее, я еще раз говорю, концентрация сегодня идет на наполняемости продуктов, на том, чтобы продукт наш был качественным. Поэтому все в процессе, в процессе, в общем, все это увидим, как говорится. Самое главное, это первый уровень. Дальше. Оплата за то, что мы сегодня выполняем задания в тестовом режиме, то, что выведено на баланс, это все реальные деньги. Это все, естественно, начисления, те, которые есть, они будут нам выплачены. Бонусы 1%, как все ожидают в понедельник, мы все ожидаем наступления понедельника, и бонус 1%. Почему 1? Потому что мы практически все, ну, у нас всего лишь нет исключения, да, несколько человек зашли на золотой, а вообще практически все зашли на бронзу, и абсолютно каждый из нас выполняет задания. Каждый день по 10 минут, и, соответственно, конечно же, мы пригласили уже своих людей, у кого-то 10 человек, у кого-то 100 человек, неважно. Но, тем не менее, мы хотели бы в понедельник уже видеть по структуре начисления, я имею в виду начисление 1%, и 1%, как нам ответил Руис Альвадур, 1% он в тесте. То есть, понедельник могут не успеть, но это не говорит о том, что у нас их не будет. То есть, система внутри, она все эти проценты считает. То есть, если в понедельник мы с вами встаем и не видим вот этих начисленных 1%, это все внутри, значит, через неделю мы увидим просто-напросто на всю вашу сумму тот процент, ну, один, естественно, да, процент от доходности, которую сделали люди, мы увидим уже больше, то есть на неделю больше, будем так говорить. То есть, я думаю, понятно, да, внутри все считается, единственное, что мы в аккаунте на балансе еще можем не увидеть, по той причине, что могут программисты не успеть, потому что очень много работы и очень большой штат программистов. Следующее. До 12 ноября дорабатывается контракт. Контракт будет, ну, в общем, мы увидим с вами этот контракт, его нужно будет подписывать. Контракт, как говорили, на год. Значит, такой вопрос, который мы задавали, если мы, допустим, в течение года выкупаем, выкупаем, или вот сейчас я зашла уже на гол. Все, у меня уже контракт идет с того числа, как я зашла на гол, ну, и, соответственно, через год у меня уже этот контракт заканчивается, и если вдруг я не захочу этот контракт продлить, автоматически я просто, я не исчезаю из структуры, моя структура никуда не пропадает, просто я скатываюсь, опять же, на ту же бронзу. У меня будет время, я захочу, куплю гол, не захочу, не куплю, но я не теряю структуру. Единственное, что проценты, конечно, будут соответственно по уже квалификационным вот этим моментам, как есть, да, бронза, серебро, золото. Все. То есть, вот этот момент нас тоже очень-очень интересовал. Что касается карты, то есть, спрашивали вопрос, карта именная или неименная. Карта именная, однозначно. Значит, в пакете, в золотом и серебряном карта уже, уже она входит в стоимости, в цену этого пакета. Честно говоря, у меня потом вылетел, вылетел, как бы этот, я вылетела из комнаты, и то, что касается бронзы, я не услышала, думаю, Гуля добавит. Дальше, о продукте, ну, я вам сказала, чем больше заполняется наш продукт, там будет очень много такой начинки, вы даже себе просто не представляете. Просто немножко нужно терпение, потому как мы встали у самого начала, и нам необходимо просто-напросто, понимаете, все на наших глазах развивается. И это есть очень хорошо, потому что это движение можно отслеживать каждый день, и каждый раз все новое, и новое, и новое. Вот я вчера скидывала вам информацию, что у меня партнер уже создал LifeInbox, свой блог. Пожалуйста, какие-то ссылочки не ходят, что-то еще не получается, да, оно в тестовом режиме, но это уже есть, понимаете? Поэтому все на наших глазах, на самом деле, это намного интереснее, чем приходишь, когда уже все готово, ну, там уже не так интересно. Дальше. Огромная просьба ко всем. Ребят, я уже видела в чатах, пишут, что не попадя, каждый все, кто что хочет, тот придумал. Огромная просьба к лидерам. Лидеры, работайте со своими людьми. Ребят, работайте со своими людьми. Первые уровни я имею, с первыми уровнями. И так по порядку. Иначе у нас будет с вами бардак. Так, ничего сегодня не нужно верифицировать и делать что-то в своих этих аккаунтах. Я вчера везде писала в чатах, но кто бы это читал и слушал, пожалуйста, ничего не делайте. Там кнопочки еще «Отправить документ» не доработаны. Все еще программисты делают. Как только будет возможность это сделать, нам сразу же будет об этом известно, мы сразу же вам скажем. Верификация, как вы видели, в оповещении, которое пришло и вчера появилось, было написано до 31 октября. Естественно, она продлится. Она не закончится. Не переживайте, не волнуйтесь. Все, все. Единственное, что проверьте правильно имя, фамилия, потому что все. Если нереально что-то, какие-то непонятные иероглифы поставили, исправьте на правильность, потому что, насколько я поняла, будет два документа. Это первая страничка паспорта, и номер должен быть идентичен с тем номером, который вы вводите при регистрации. И второй документ – это подтверждение регистрации или прописки, или справка с банка, если у кого-то прописка не соответствует, допустим, для того, чтобы вам уже выслали карточку. Потому что для заказа карт в Европе необходимо два документа. Что касается… Так, дальше, дальше, дальше. Вот, документы фирмы. Где находятся и где можно увидеть документы фирмы? Все это будет на нашей страничке. Но, Олечка, ага, ты не напишешь. Хорошо. Сейчас я хотела, чтобы ты написала. Значит, вы можете в гугле набрать «Джио». Так, вот так вот. Либерта. Либерта. Сейчас я вам скину. «Еурупе». Так. Вот. «Джио Либерта Европы». Пожалуйста, наберите в гугле и посмотрите. Там, во всяком случае, Руис Альвадор сказал, что информация-то есть. Я еще не успела посмотреть, потому что у нас не так давно закончилась та конференция. Я готовилась к сегодняшней, к 7 часам, чтобы вам донести вкратце ту информацию или те ответы на вопросы, которые я услышала. Дальше. Хостинг. Кто-то спрашивал, хостинг на американском сервере. Почему? Домен – анонимное лицо. Почему? Значит, ответ такой. Домен оформлен на одного из инвесторов. А вы знаете, что инвесторов 12, которые инвестировали деньги. Ну и, надо понимать, немалые деньги именно в этот проект «Либертаджа». И один из них – это и есть частное лицо этого домена нашего. Ну и он просто не хочет быть афиширован. Вы знаете, ну, наверное, понимаете, я надеюсь, во всяком случае, что инвесторы, они мало кто или вообще вряд ли кто рассказывает о себе. Ну и как бы деньги любят тишину, поэтому это не тот момент, когда можно было бы выходить общеприлюдно, да, везде. Поэтому, как бы, ответ такой. Следующее. Почему американский хостинг на американском сервере? Потому что, ну, так работают программисты, вы выбрали именно американский хостинг. Так, видимо, удобно. Вот. Следующее. Ну, это если кому-то это очень принципиально. Вопрос был такой, значит, вопрос был такой, почему, что стоимость 899 серебряного пакета и, ну, 1455 стоимость золотого пакета – это слишком высокие цены. И 800, значит, чем это аргументировано? Ответ Руи Сальвадора таков. 899 долларов за 500 гигабайт вот этого пространства, которое нам дается, потому что основа у нас продукт. Ребят, не кликалки, не серфинг, как многие считают. Это продукт, это совершенно другие вещи. Немножко перестройтесь. Это цена низкая на рынке. Вы можете эту статистику тоже посмотреть. За именно вот это количество 500 гигабайт. Ну, соответственно, по золоту то же самое. Поэтому, так как там очень много еще будет дорабатываться, очень много будет информации, так как у меня золотой пакет. Я, конечно же, вам тоже сделаю потом, когда все это будет начинка, там будет намного больше всего, что на бронзе я покажу, что там есть. И мы дальше с вами уже будем сравнивать. Живем, что интересно, какие мелочи, не мелочи есть там, какие добавления есть, на бронзе нету, ну и так далее. То есть это уже, когда продукт придет, все будет. Вот этим как раз сегодня прям полностью концентрация на, наверное, 99% компаний именно на продукте. Потому что огромное количество людей сегодня, во всяком случае, у меня точно спрашивают, и лидеров спрашивают, какой продукт хочу видеть начинку, какова, какова, ну вот то, что по стоимости это уже понятно, а что туда входит, чтобы это аргументировать. Поэтому давайте опять же наберемся терпения. Осталось, думаю, не так много уже ждать или долго ждать, чтобы все это увидеть. Во всяком случае, все потихоньку наполняется. Следующее, так, следующее, следующее. У меня просто написано все на двух больших листах, и я стараюсь выбрать самое главное, ну и чтобы больше ничего не упустить. Так, если больше, да, вопрос был такой. Если мы приглашаем большое количество бесплатных, то есть на бронзовые пакеты, с чего фирма будет выплачивать? Этот вопрос, кстати, волнует очень многих. И как раз ответ был, и Матеуша ответ, и Руи Сальвадор сегодня, естественно, подтвердил, что как раз большее количество денег компаний приносят деньги бесплатных счетов. То есть те люди, которые своими действиями, своей работой, своими движениями, своими входами, да, кликами, делают вот этот рейтинг фирме, и фирма с этого имеет деньги. Возьмите в пример Facebook. Если вы возьмете Facebook, вы понимаете, что в Facebook мы все туда заходим, мы все делаем клики, мы 150 раз туда, мы рейтинг поднимаем. Сколько Facebook сегодня зарабатывает, как вы думаете? Вам хоть копейку они выплатили? Я не знаю, если никто акций, конечно, не выкупил. Вы получаете с Facebook деньги кто-нибудь? Ну, я думаю, навряд ли кто там в сетях сидит, что-то скидывает и что-то делает. Поэтому, ребят, поймите стратегию и тактику фирмы, что она нам предлагает. Следующее. Был такой вопрос, наверное, самый такой каверзный, который или самый такой волнующий всех, будет ли меньше сумма на вывод, что 500 – это много, накапливать – это много. Ответ однозначно нет и точка. Почему? Потому что выводы только на банковский счет, платежные системы не рассматриваются какие-то привлекать. Но, я думаю, по понятным причинам мы уже мусолили это 250 раз. Еще раз, просто утвердительный ответ вам от слов президента. Да, гулечка, я вижу, конечно, обязательно. Я дам микрофончик, передам микрофончик. Конечно же, вы все добавите, и ты, и все оказывается тут. Так, значит, что еще очень важно? Что еще? Так, 500 долларов вывод, да? Ответ нет, все на банковскую карту. И что еще здесь важно? Ну, наверное, все. Сейчас я передам микрофон, потому что вот самое основное, главное, я записываю. Сала. Остались еще какие-то ответы на… Ну, уже не такие многие, наверное, вопросы. Ответы, 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 ну, как остались неоткрытыми, нераскрытыми, да? Но Гуля еще там. Гуля, вы видите, как она на встрече сейчас. И, соответственно, мы ее дождемся. Думаю, что ответы на вопросы она нам все обязательно привезет. Гулечка, я тебе передаю микрофончик. Гуль, если ты меня слышишь, Гуля, поставь, пожалуйста, восклицательный знак. Включила, наверное, чат. Ладненько. Друзья, мы с отеля «Широтон» в Атаве. И это я, Гуля, да, те, кто меня не видел еще. Сейчас я как раз разверну компьютер, в общем-то, камеру подерну к президенту компании. Это Руи Сальвадор. И к моему спонсору, лидеру номер один в Польше. Это Матеуш Гузда. Окей. Я представила, сейчас немножечко наставлю. Это как раз вот. Эй. Элло. Я сяду между мальчиками. Значит, ну, и мы так несколько слов приветствия к вам. Сейчас, секунду, не знаю. О. Вот. Ну, Матеуша, вы, наверное, потом... О, все втроем уже сейчас. Втроем. Сэй. Hello, everyone. В общем-то, всем большой привет. I wish you all the success in this fantastic business. Он, Руи Сальвадор, желает вам большущих-большущих успехов в этом фантастическом бизнесе. Либертажа is a business that is going to change, it's going to create a big, big movement around the world. Либертажа – это бизнес, который, во-первых, соединит многих-многих на всей земле. В общем-то, Руи Сальвадор поздравляет всех нас, потому что российские входы на сегодняшний день являются вторыми после Бразилии. Но это просто потому что там нет входов в Латвии, Украины, Казахстана и так далее. В общем-то, Руи Сальвадор желает вам развиваться дальше, расти дальше. Руи Сальвадор желает мне сказать что-то еще раз? Секундочку, теперь Матэуш Гузда, спонсор. Либертажа – привет, всем большой, большой привет. Очень приятно увидеть, как наш общий 팀, польско-российский, развивается в огромном темпе. И недолго будем на первом месте и будем на первом месте, и будем на первом месте, и будем на первом месте. И скоро совсем, скорее всего, мы будем самым большим 팀ом во всем мире. Наверное, здесь есть люди, которые первый раз видят эту презентацию и этот бизнес. Наверное, здесь находятся люди, которые тоже первый раз видят этот бизнес в презентации. И вы используете то, что этот бизнес только два месяца, а всегда большие успехи в фирмах относятся к человеку, которые на самом начале бизнеса. И вы, в этом месте, в этом месте. Используйте то, что, в общем-то, в бизнесе всегда самый большой успех достигают те, кто начинает его. Поэтому сегодня мы как раз являемся вот именно людьми, которые только что его и начинают. И поэтому вы, в общем-то, как раз в таком месте. Эта фирма есть такая маленькая, а Бенжи такая большая, как и целый мир. А эта фирма еще пока вот такая вот маленькая, как показывал нам Матеус, но будет такая большая, как и весь мир. Так что вы стоите на правду перед очень, очень высоким шансом. И у вас как раз есть сегодня огромный шанс. И я знаю, что эта фирма выкроет многих миллионеров и вы можете быть одним из этих людей. Матеус абсолютно уверен, что эта фирма создаст много миллионеров и среди вас такие миллионеры уже есть. Ну и, в общем-то, мой вам совет, делитесь этим бизнесом, делитесь этим бизнесом с другими. Потому что тут каждый из вас может начать бизнес от нуля, в общем-то, не делая никаких оплат. А не каждая фирма дает нам такую возможность начать с нуля и зарабатывать огромные деньги. Я желаю вам на самом деле огромного успеха в этой фирме. Кстати, Руи сейчас что делает? Он фотографирует количество людей, которые у нас растут как на дрожжах. К сожалению, я даже не успела написать об этом в своих чатах. Но, в общем-то, ладно. Поздравим с Польски. До зубачения, бо с некоторыми собами на певно споткалися лишь вкрутце. Всем большой привет из Польши и на 100% мы уверены, что мы со многими из вас еще встретимся. Кстати, мы планируем как раз выезд в Россию и, в общем-то, тут как бы разговариваем о датах, разговариваем о местах. Я, конечно же, с лидерами еще... Это жест, который в Libertadji обозначает, что мы на 100% в Libertadji. Да, 100%. 100% в Libertadji. Окей. Что-то nicht? Я лечусь на 50% в Америке. Что-то не так? Окей. Спасибо? Ты уже Pilot. Спасибо, поняли, да? Ребята, там, в общем-то... А, do you say about today? А, в общем-то, такое, как бы, послание, да, которое есть у президента к вам. Окей. Есть два способа зарабатывать. Есть два способа зарабатывать большие деньги в интернете. Первый способ – это хорошая позиция. Чем лучше позицию ты займешь в интернет-бизнесе, тем больше денег у тебя шанс заработать. И каждый из вас, кто находится в этой комнате конференционной, находится как раз в этой очень хорошей позиции, потому что мы только что стартовали с Либертаджи. Вторая способа получить большие деньги в интернете – это много работать. Чем больше вы будете работать, чем больше людей вы регистрируете, тем больше вы зарабатываете в интернет-маркетинге. Если вы соедините эти две вещи, то вы действительно будете миллионерами в бизнесе, в интернете. Поэтому, еще раз, огромных вам успехов в продвижении этого бизнеса и, в общем-то, Либертаджи, еще даже не знаю пока. В общем-то, это такое. Всего хорошего. Ребят, всем привет. Большое спасибо, Ларочка, тебе за презентацию. Я думаю, что ты еще, наверное, не закончила. Я говорю, в общем, жалко, конечно, что… Если там… Вижу, что ребята фотографируют 400 людей в комнате. Сегодня мы говорили, в общем-то, о том, что Бразилия находится на первом месте. Но это меня закрыл сейчас… Меня закрыл сейчас Матчей… Ой… Маттео уже… Секунду, секунду… Фотографию сделал. Принт-скрин. И, в общем-то, как вы понимаете, думаю, что это как раз то, чего мы ждали, тот бизнес, который, в общем-то, на самом деле, именно при помощи этих двух возможностей даст нам… Даст нам вот именно быть миллионерами. Вы прекрасно понимаете, что в каждом этом бизнесе есть, на самом деле, шанс быть наверху. Но очень часто бывает так, что мы такой шанс получаем уже тогда, когда команда уже давно зарегистрирована. Всего вам хорошего. Я тоже желаю вам огромных успехов. На самом деле, мы сегодня очень плодотворно поработали. Я просто-напросто познакомилась с двумя превосходными людьми. Мне очень комфортно с ними будет работать, потому что я чувствую, как… Просто я почувствовала их, когда их увидела, потому что перед этим у меня был контакт только в интернете. И думаю, что многие из нас, конечно же, строят бизнес, во-первых, не только по уровню заработков, но еще по уровню того, с кем мы работаем. И хочу вас уверить, что это на самом деле люди, которые сдерживают слова, люди, которых им дорого. Всего вам хорошего. Спасибо за то, что столько вас тут с нами есть. Я понимаю, что я говорю, мы не успели раскидать, конечно же, по чатам, что мы тоже будем в этой комнате сейчас. Всего вам хорошего еще раз. До свидания. 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 Либертаджа. О, окей. Это жесть Либертаджи. Еще раз пока. Так скажем, да, потому что я, честно говоря, не ожидала, что выйдут к нам на связи Гуля и Матеуш и Руи Сальвадор. Ну, ребят, я так думаю, вы теперь видите, все перед нами. Президент абсолютно открыт, такой же нормальный, как мы с вами, такой же реальный. Можно пощупать, потрогать, выпить с ним чашечку кофе, да, раз они собираются к нам. Поэтому, думаю, тут уже много вопросов отпадет. Дай Бог, Гуль, я надеюсь, что вы слышите, хотелось бы дать такое пожелание дальнейшего и плодотворного сотрудничества нам всем вместе. Потому что, на самом деле, очень хочется быть, делать, иметь. Поэтому давайте мы вместе, вместе мы сила, поэтому вот эти начальные этапы, трудности, шажки такие, которые неудачные, когда встаешь, падаешь, встаешь, падаешь, все это пройдем мы вместе. Думаю, спокойно, главное нам всем терпение и мудрости. Ну и, конечно же, свободы, свободы и еще раз свободы, да. Все, всем всего хорошего. Когда будет следующая конференция, я напишу, скорее всего, в понедельник. Завтра выходной, воскресенье. Законный выходной, я думаю, надо его использовать именно в целях отдыха. Поэтому, ну, так думаем, завтра сделаем передышку. А в понедельник Гуля уже ждем с нами. И думаю, что Гуля еще ответит на многие наши вопросы. Всем всего хорошего. А, завтра будет. Вот видите, даже и передышки нет. Значит, Гуля, ясно. В общем, отдыхать некогда, называется. Хорошо. Значит, полдня отдыхаем, вечером опять встречаемся в этой конференц-комнате. Всем пока. Ага, отлично. Ну, ты в той энергии, совершенно, совершенно можно тебя понять, Гулечка. Значит, приезжай, передавай нам ее.